Здравствуйте! Меня зовут Ирина, представитель компании СамСибиОртопед. Мы занимаемся ногами в течение 9 лет, работаем с такими проблемами, как шпоры, косточки, натоптыши, больные колени, позвоночник, тазоведренный сустав. Помогает нам с этим бороться наши волшебные руки, вот такие вот стельки. Очень известные на рынке. Разработка питерская? Нет, питерская, только методика работы с ногами. Разработка американская, то есть выглядят они вот так вот. Сделано в Китае, да? Производство может быть и Китай, но разработка американская чисто, не китайская. Хотя китайцы много чего хорошего делают. У них три сменных супинатора, работающие с разной группой суставов. То есть в течение года в три приема мы доводим ногу до нормы. То есть нога у нас уезжает в плоскоступие, идет нагрузка на пальчики и на пяточку. Начинаем ходить плоско и плюс теряем свой ресор. Что делает стелька? Она собирает ногу обратно. То есть это происходит сразу, то есть не завтра, а послезавтра с первого шага. Сейчас я все это буду показывать. То есть нагрузку с пальцев мы снимаем сразу. На них и пяточка висит в воздухе, и пальчики висят в воздухе. Почему уходят косточки? Например, такая проблема глобальная, потому что прийти на косточках опять тоже пресловутые хождения на пальцах. То есть мы их поднимаем воздух. Ходить на них перестаете. Сейчас на вас я покажу, как это делается. Нога уменьшается соответственно в размере. То есть вы ставите стельку, она у вас выросла, а мы ее ставим на место. То есть ее собирает стелька. В смысле выросла, когда стали стельку носить или нет? Нет. Вот человек говорит, что у него выросла. Выросла, когда она разъехалась. Она не выросла, она уехала. Как проверить стельку, я вам тоже могу рассказать, почему не работают другие стельки. Потому что за 9 лет нам приносили много разных стелек. Берете свою стелечку и смотрите там, где стоят пальцы. И там обычно вдавлены такие ваши следы, отпечатки от пальцев. На немецких тоже проверяли. Этого быть не должно. То есть приходит человек, у него мешок этих стелек различных. Давайте с ногами работать. Одну ножку в свою, другую мне. До 56-го. До 56-го. Что? Можно я сейчас вам дам? У меня сидит сосед за столом рядом с 48 размером обуви. Ногу расслабьте и бросьте мне в руку. Сейчас мы снимем спазмы, зажимы, отеки. У вас отекшая ножка. Практически плоская, даже без нагрузки. Пятка у нас уходит назад, вверх видно. Норма пятки вот. Ее даже не вытащить. Вот. Когда она стоит вот так и боком еще получается, поджимает здесь сосуды магистральные. Получаются отеки. Объяснили на лекции, что это позабедренные суставы наши. Пятки. Здесь отеки получаются. Вот. Они уходят в руках, когда выставляешь на место пятку. О чем можно потом говорить? То есть пятку руками можно выставить, насколько она встанет. То есть стелька ее тоже ставит. Мы как бы, чтобы облегчить ношение стельки, потому что иногда, если нога в артрозе и не гнущаяся, и вся в спазмах, бывает дискомфортно поначалу. Чтобы облегчить ношение стельки, мы выставляем пяточку. Ничего сложного. Во-первых, посмотрим по размеру. Вот то, что вы берете, вот ваша нога. Это потому, что нагрузка на пальчики. Вот вы на них ходите. Вставать должны на подушечку большого пальца. А если ее собрать, то нога становится еще меньше. Видно всем. Вот это вот норма ноги данного человека. То есть размер получается где-то 35. Какой рост? 164. Ну вот ваш. Стелька доводит до этого. В течение года мы встаем свой размер. У нас очень много отзыва на канале YouTube в интернете людей, кто носит эти стельки, потому что занимаемся давно. Мы в Санкт-Петербурге берем человека и доводим его до результата. Потом записываем видео. А в Минске как? На место встаем. 9 лет с ногами. А в Минске тогда как? Просто стельку носишь? Нет, просто я объясняю, как носить, но немножко вам по-другому. Мы вас не контролируем, но тем не менее стелька работает без нас. Я скажем так... Посмотрите, вытащите. Здесь филиала никакого нет? Нет, филиала нет. Пока только на конгресс к вам приезжаем. Раз в год? Ну, два, наверное, уже. А купить вы уже сайт или у вас? Только у нас. Нет, у вас сейчас можно будет купить. Да. Так, ваших белорусских 100 рублей, наших 3000. Менять их не нужно. Медицинский пластик. То есть здесь свод не ложится. Стелька работает, пока у нее есть свод. То есть с рессором мы еще даем, забыла сказать. А свод составляют вот эти супинаторы. То есть их раздавить сложно. Может быть килограмма 150? В закрытую обувь, правильно? Так, в открытую обувь. Не ортопедическая, а анатомическая колодка. Там бортик вне она стоит. Вариант на двухсторонний скотч. Мы сейчас в Сочи работали. Есть и побочные. А мы ничего не нового не делаем в ноге. Мы возвращаем старое. То есть у нас стелька идет по ГОСТу. Поэтому мы убираем причину их роста. Нагрузку с пальца убираем. Сейчас я покажу. Расслабьте ножку. Где вы водите? Санкт-Петербург. У нас есть достаточно отзывов по косточкам от месяца до полутора лет. То есть стелька важна. Важна еще и обувь. То есть если вы остаетесь вот в этой обуви, мы ногу собрали, она уменьшилась у вас. А обувь осталась на 2х3 размера больше, она будет там болтаться. И стоять она правильно не будет. Ее нужно фиксировать. Фиксировать правильно. Потому что нога еще делает разворот. Бросьте. Вот она тяжелая должна стать. То есть нога еще, получается, стоит у вас на этой части у большинства. То есть опора идет сюда и на бок. То есть она стоит не вот так, как должна быть, а боком. Да, стелька ее, конечно, как бы ставит на место. Мы с косточками работаем на стельке, но не всегда до конца. Поэтому вот я принесла показать обувь. Вообще правильная обувь. Подшитая по ГОСТу 84-го года на скароходе бывшем нашем, петербургском. Такая колодка должна... Нет, уже давно у нас ничего. Можете глянуть. Такая обувь разворачивает ногу, то есть до конца. То есть делает вот этот вот разворот. Видно? Посмотрите, какая же... Жесткая пятка, жесткая пятка, посмотрите. Да, она же не немецкая. Кто не несет? Я визиточки оставлю, подойдете? Не слышу, что там говорят. Нам подходит вся обувь, которая без ортопедических элементов. Потому что у нас стелька ортопедическая, на ортопедию она не встанет. Вот. Балетки, вьетнамки, шлепки. Это убийство ног. То есть это все равно мы ходим босиком. Они гнутся пополам. То есть если вы их согнете, в них нет супинатора. А хождение по твердой и ровной поверхности является причиной плоскостопия. Нога делает вот так. Сначала она разъезжается в длину, потом в ширину. Потому что вы берете обувь, нога поехала, вы берете обувь больше размером. Она, соответственно, еще шире. То есть ширину же она тоже шире. И перестает она держать обувь сбоку. То есть ширину. И нога делает вот так вот просто. Нельзя ходить. Беда. У нас сейчас молодежь без ног. Вот дети, у детей хуже ноги, чем у 80-летних стариков. Да, а что для детей? Детей асфальта. Правильно. Что ты говоришь? Правильно. Потому что у них 80, а асфальта столько не было. Можно ходить по земле, по песку, по камушкам. Но не по полу и не по асфальту. А вы ходите по асфальту в этой обуви и добиваете ноги до конца. Вот у вас же шлепка уйдет или нет? Или у вас с каблучком как-то? Во-первых, с каблучком. Во-вторых, это домашняя обувь. С пятки нельзя ходить на улице. У вас нога малюсенькая своя. Даже эта стелька вам великая. То есть я взяла по размеру. А где у меня тут? Будьте добры, наборчик тут. Я просто попусти не умею. Научите. Гостиница Октябрьская, напротив Московского вокзала. Стелька еще должна правильно подбираться под собранную ногу. Если вы берете, даже если вот эти все остальные работали, то есть вы берете под свой 37 размер, пришли и берете под эту ногу неправильно. Не будет работать там, где нужно. Ногу нужно собрать и под нее дать размер стельки. Только так это делается. А вы все в центре это делаете, да? Ну, ногу собираете. Конечно. А как я вам подберу размер? Да, ну все понятно. Ну да, вот это вот ваше. Ваше самое малюсенькое. Золушка. Так, вот оказывается. Да? Какой это? Самый маленький ваш. Самый маленький какой? Размер. А он не идет не по нашим размерам. Американские разработки. А реально на 35-е у вас и нету, да? Почему? Идет от 35-го, от 34-го. Если босоножки, оно не подойдет, да? Ну вот в такие двухсторонний скотч. Или бортик нужен. У меня там на столе лежат, кстати, или в Сербии выпускает. Анатомическая колодка. Господи, я вот в них. А, вот. Ну это дом, то есть на улице они выпадают. Нужен фиксация вот здесь. То есть такие же, только с фиксацией. Давайте сейчас примерим. Значит, первый супинатор, что он делает? Он снимает нагрузку с пальчиков, пока только в трех. Вот расслабляемся. То есть вот эти пальцы не освободили. Сейчас мы на них не ходим. Можете пройти. Сильно под ногой давит? Нет. Отлично. Значит, акцент на пальчики. На них не ходим сейчас. Только отталкиваемся. То есть не так, а вот так. Идите туда до конца потихонечку и думайте. Также она работает с коленями, с тазобедренным. Потому что когда собираем ногу здесь, геометрию выравниваем обратно в норму. У нас колено из этого положения встает в норму. Это забедренный. Это пока вопрос. У меня в последнее время вот три на ноге, три пальца, когда в закрытии обуви, все багажки. Вот я иду или ничего, а потом они так горят огнем, потому что я просто не могу. Фасциит. Ну, то есть получается, опять же, вот вы ходите на них. У нас две ноги не падают прямо раз, они и плоские. То есть стелька это показывает. Мы одеваем две стельки одинаковые, то есть супинатор один-один, например, и у вас одна нога будет давить на нее сильнее. То есть она показывает даже перекосы ваши. Это не поперечная способия какой-то там говорили. Какая разница, продольно-поперечная, конечно. Так, прочувствовали что-нибудь? Ну, у меня вот это вот такое ощущение, что тут вот, ну, оно как-то понятно. Да, оно стоит, но вот... Ну, то оно такое, ну, поджимает там. Там на то пока не смотрите, где поджимает. То есть у вас нога плоская, а мы сейчас дали свод 1,4 миллиметра. То есть вот это вот, то, что вы чувствуете, ну, ноги классические, икс-образные, то есть классические иксы уехавшие. Ну, когда колено у нас стало вот так вот, получается икс у косточки. Ну, вот примерно здесь. Ой, не взяла. Кто-то стереть. Вот и приснилась. Да, колено стоит неровно. Колено стоит... Колено стоит под боком. То есть вот показано, видно? Немножко боком. Получается, нога в икс уходит. Получается, ноги икс-образные. Вот у вас типично они видны. То есть стелька это выравнивает. То есть мы колено ставим на место. Вы сейчас одинаково идёте? Нет, я уже чувствую. 34 размер. 34, да? Пальчики, как пальчики? Не самое главное пальчики. Вот они, пальчики, ну, как вот, как висит немножко. Вот, ну, наконец-то добились. Добилось. Должно быть в норме так. Да. Немножко верхние пальчики висят. Да, три пальчика мы убрали. Вот, всё. Я добилась чего хотела от вас. Сейчас поставлю двоечку. Освободим все пальчики. Пятку тоже. Самому можно подобрать. Что? Самому можно подобрать. Понимаете, учить надо. Так если вы пить эти стельки, что потом делать? Нет, мы их вам подбираем. Я же подбираю, а дальше вы всё это меняете сами. Так как просто... Конечно. Это вы не то слово сказали подобрать. Подобрать это вот то, что я руками делаю. А менять уже, носить можно, конечно. Одевайте. Значит, сейчас снимаем нагрузку с пяти пальцев. И пятка у нас тоже будет висеть в воздухе. Так, если в узкой обуви вдруг она проскакивает, мы просто сразу говорим. Делаем вот так. Раз, два. Она встала на место. Достаточно. То есть ножка собирается. Здесь даже место у вас. Видите? По сравнению с этим. В туфлях это лучше видно. То есть там свободно сразу становится. Если не нужны, большие будут ваши эти. На три размера больше босоножки. Здесь и пяточка висит, и пальчики висят. Нагрузку сняли и там, и там. И от пятки тоже только отталкивайтесь. При шпоре боль уходит сразу. Встаёте, боли нет, потому что мы на пятку не встаём. В стельке она висит, мы и толкаемся. Не торопитесь. А давление, которое там, ну некоторые комфортно сразу. Кто-то дискомфорт ощущает, что не привыкли, что что-то под ногой лежит. Оно уходит метров 200-300 прошлись, и уже по убывающей, меньше и меньше, и оно перестаёт. Я так в стельке нахожу, от меня, ну как бы... Ну вот хотите, сейчас покажем вам вторую ножку, перекосы ваши. Давайте вторую. Снимайте, да. На втором супинаторе, тот, который мы сейчас меряем, уходит у нас боли с коленок тазобедренного позвоночника, независимо от возраста. Даже вот 90 лет у меня были бабушки. 10 шагов, боли нет. Если у меня вот у сестры, да, так у неё ещё палец на палец надо было нашу. Ну, это вот огрузка на пальцы, потому что... То есть это... Последствия. Так, это мне куда-нибудь... Давайте, по-моему, логику, пожалуйста. Постоянно носить? Да, носить нужно постоянно. То есть мы плоскостопие не лечим. Мы ставим ногу в условиях, где она вынуждена ходить правильно. Но это позволяет людям, кто не ходил, начинать ходить вообще. У меня сейчас в Нижнем Новгороде, вот сейчас я работала. Уже результаты с февраля месяца. 70 лет будет женщине. Она по 19-20 километров в день проходит. Это облегчается. Конечно, конечно. Когда на пальцах перестаёте ходить. Плечи автоматом расправляются. То есть, когда ходим на пальцах, нас сбрасывает тело. Мы ходим вот так вот. И как бы вы детей не били под затыльники, чтобы они так не наклонялись. Пока вы не поставите центр тяжести на место, то есть не уберёте его с пальцев на подушечку, мы так и будем ходить. А вот на втором спинаторе плечи расправляются автоматом. Вот идёт. Несёт. Какая нога давит сильнее на стельку? Никакая. Редко, когда они падают, чтобы никакая. Ну, молчит же. Сейчас скажет. Вы знаете, какая? Вот эта вот. Правая. Вот эта, да, правая. Правая. Значит, на правой у вас идёт перекос. Даже плечо, по-моему, правое. Выше. Ниже. 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 Ну, то есть у нас, получается, супинатор стоит одинаковый. 2-2 у вас стоит. А нога была 2 сантиметра, она его потеряла, эти 2 сантиметра и стала короче. И стала давить сильнее на стельку. Свод. Не вся нога, неправильно сказать нога. Свод стопы. За счёт свода стопы перекос вот такой идёт. В принципе, получается, если вам видно будет. Вот из этого человека мы делаем вот этого человека. Хуже не будет. Бывает, идёт через болезненные ощущения. Там 3-4 дня может где-то поныть. То есть начинаем вставать на место, выравниваться. Может где-то поныть. Но это вот временно, буквально. Ты, получается, восстановить полностью вот эту тему? Да, конечно. Да, да, да. Потому что пока мы не восстановили у дома фундамент, ровнять стены бесполезно. Ходить к остоправым, остеопатам. Все сама там работают. То есть на столе мы вас ровняем. Вы уходите на более короткой ноге. И всё возвращается обратно. Логично. Это биомеханика, это не медицина даже. Вот. И вот со временем... Ну, ноги в иксы уходят, когда у нас... Ну, вот классический у вас вариант. То есть становятся немножко вот так, грубо говоря. То есть вот так вот стоят. Потому что... Ну, не будем говорить. Почему? Потому что колено встало вот так. То есть внизу нога разъехалась. На несколько градусов отклонения. Она даёт отклонение в колени. Стирается надкосница. Потому что давление неравномерное. Ну, и нога, естественно, выглядит иксообразной. Соответственно, тазобедренный стоит неправильно. Ну, а позвоночник уже от того, что ноги неравномерно уходят. То есть это то, что вы сейчас почувствовали. И вот эта вот неравномерность на стельках собирается. То есть нельзя делать стельки индивидуальные, как вот сейчас это делается. Ещё такое есть компьютерное 3D-моделирование стопы. Слышали, наверное? Да, да, да. Вы приходите. Были мы на этом заводе шпионами. Вашем белорусском. Даете нагрузку. Компьютер делает под ваши ноги стельки. Я уже сейчас объяснила, что у вас ноги разные. Мы стоим вот так вот из-за этого. И под ваши вот такие вот ноги разные вам сделали стельки. Вот так и ходите. Мало того, что они не работают со стопой, ничего не делают. Потому что, ну, люди же приносят нам отпечатки пальцев. Там есть. Значит, ходят на пальцах. Хуже у нас приходили уже две девочки в последнее время, семилетние. У них сброшены ноги. У нас они как бы в результате приобретённого плоскостопия вот так разворачиваются, чтобы не упасть, тело разворачивает. Ходим на этих частях. А у них сделан на этих стельках свод. То есть, свод там делает человек. Он выбирает высоту свода и сам её ставит. И они вынуждены так ходить были. У них ноги развернуло на стельках. Вот вообще ужас. Так, а тут, скажите, что тогда, вот тут вот стелька. Вот стелька наша, вот это самое, тут вот я не могу понять. Что? Как она тогда наступает? Я со стельками вообще, у меня там бы стельки были ортос. А, ну, это углубление. Ну-ка, дайте-ка. Немножко вылезай. Вот так вот. Что стелька, что вы хотели спросить? Я хотела спросить, и что это самое, вот это стелька, вот, да, вот это вот, чем она, ну, как бы, отличие конкретно вот здесь. Это двоечка, это что-то, это вторая. Друг от дружки. Ну, вот, если вы почувствовали, как бы, нога немножко развернута у вас, поэтому сразу, не сразу ощутили, что пальцы висят в воздухе, потому что они так немножко боком стоят. Ну, да, они именно сюда. А второй, как бы, все пять поднимает. Они разные, они с разной группой суставов работают. То есть второй опускает пятку, вот это вот наша задранная пятка, и боком криво стоящие он ставит на место. Ну, вот еще, как бы, вот вариант, это уже наши разработки, вот эти вот туфли, которые вы смотрели, они не ортопедические, они просто правильно... Нет, ортопедия на ортопедию не кладется, они неправильно станут. Вот такая жесткая пятка, если вы трогали пятку, вот эту вот кривую вашу пятку ставить на место. Ну, это уже второй этап, это уже, как бы, второй этап работы. Сначала мы нахаживаем свой свод, то есть собираем ножку где-то... Сколько времени? Это у каждого свое или у обычного? Нет, в принципе, где-то в среднем у всех поодинаково. Где-то вот первый, на первом вы ходите месяц-полтора где-то, может быть, меньше. Кто-то за три недели перестает чувствовать критерии, перестали чувствовать под ногой. Значит, нога встала, на 1,4 мм собралась уже, кости встали. Ставите следующий. Следующий, откуда такие сроки, по опыту. Ходит долго, собирает ногу месяцев 10. И через год в общей сложности вы ставите третий, он работает с поперечным плоскостопием. То есть эти тоже работают, но он уже чисто на него, то есть собирает вот этот вот свод. И у вас, получается, нога уменьшается со временем, вы должны обувь уменьшать. Да, если этого не делать, то результат будет ходить, конечно, легче, но результат будет хуже гораздо. Уходит от месяца до полутора лет. И потом все время носите стельки? Да, да, носите. Если вы собрали ногу в норму, встали в свой размер, вытащили стельку, через месяца два она уедет опять. До 18 лет вот мы работаем сейчас, вот приходили ко мне девочки. То есть мы убираем, чтобы они не ходили. То есть еще у них можно, у них немножко другая конструкция связок и мышц. Да, и там можно. То есть если они не будут дальше поганить свои ноги хождением по полу босиком, балетках, шлепках и во всем остальном, то уходим. А почему же дома ходить-то? В такую обувь? Вот это моя домашняя обувь. Очень удобно. Они даже без стелек очень удобные. Скажите, а Шолевский стелек? А Шолевские стельки по земле, по песку, по камням. Они играют роль супинатора, во всяком там пальцев давится, с пяткой тут останется. А что у вас здесь вот на этой поверхности? А шлепки, балетки, балетки вьетнамки это то же самое, что босиком. Поэтому шоль это вообще интересная тема. Все их знают. Прямо супер реклама, двигатель торговли. Все их спрашивают. Шоль это стельки для диабетиков. Причем даже не для диабетика, а для диабетической стопы. Они служат для того, чтобы не сделать. Там у них даже если так складочку на коже сделать можешь, будет рано, и у них будет потом конгрена. Поэтому они как раз устроены так, что они от этого всего предохраняют. Вот, поэтому шоли они с плоскоступием никак, ни с каких концов не работают. Но все о них знают. Все, все, все. Даже у вас в Беларуси. Ходить нужно в любой обуви. Как мы говорим, только не спать в них. Перекладывайте. Моя стелька 4 года. Но она не очень чистая. Причем мы их подрезаем. У нас есть практика, если в туфли не встают. То есть вот у меня подрезанные. Убираем по паре миллиметров. И они встают в любую обувь. Вот модельную, модельную. Они не вовсю встают. Звуха, что у вас тут никого нет, не представители. Что кто-нибудь... Мы к вам приезжаем. Ну да, приедете, если, допустим, через 2 месяца или через 1,5, вы говорите. А тут вы придете раз в 6 месяцев. Вы модельные обувь вносите? Да любое. И зима идет же сейчас. Сапоги они встают. Сапоги же они не модельные. Не, модельные... Не, ну понятно. Но дома ходить это в них вот надо. В театр можно сходить и так, если уж меня рядом нет. Да, театр это 3 часа. Ну это короткий промежуток времени. Повседневный как бы, да. Вот модельную не хожу. Повседневный, потому что за рулем все время. Вот. Что еще можно рассказать? Ну, в общем-то, со шнуровкой мы работаем опять же. Что такое со шнуровкой? Что такое со шнуровкой? Вот это вот шнуровка. Здесь непростые шнурки, они низкие. То есть это уже наработки чисто наши, питерские. То есть вот то, что я говорю, ноги... Удобно, да. То есть еще у кого ноги не встают из-за косточки, вот сюда они встанут, потому что мы можем ширину регулировать. Что они делают? То есть вот эта вот нога ваша. То есть стелька ее разворачивает не всегда до конца. Иногда очень большие развороты. Особенно у мужчин. Они ходят как Чарли Чаплин. Обратите внимание. Больше, чем женщины. Это значит, что нога вообще ушла все уже. То есть она стоит вообще так. То есть чтобы ее поставить вот так, нужны низкие шнурки. И приучить ходить правильно. Здесь схватить. И поставить пятку, чтобы она боком не вставала, потому что она стоит боком. Вот такой жесткий задник. Когда мы здесь ставим ногу так, у нас разворачивается до конца колена. Эта забедренность встает на место. Если есть проблема с заменой сустава, уже стоит вопрос, то мы от нее уходим. У нас такие случаи есть. Потому что мы ставим это, это на место. Добавляем желатин, кстати, обычный. Ложку желатина запиваем стаканом воды. Неважно. Работают как коллаген? Да, хондроитин и сульфаты, они очень дорогие, очень. И не факт, что работают, как говорит доктор Мясников, всем известный, наверное, вам тоже известный. Не доказано. А стаопаты, ну у нас тоже есть результаты по этим. В Сантегре есть компания Сантегра, они там ели. И с четвертой стадии перевелись во вторую. На них, да. Ну вот есть такие случаи. Ну вот официальная медицина, американская, говорит, не доказано. Но стаопаты наши, у которых я училась, советуют его. То есть, ну сначала нам нужно убрать причину. Можно есть много клюкозаминов, желатина, но пока калина стоит так, это забедренные, вы что там, восстановили этот хрящ, и он тут же стерся. Здесь мы делаем так, и уже можно начинать работать с калином. То есть, и такие куфли, они у вас просто в магазинах продаются? Нет, мы шьем, мы шьем. И только не с кастельками продаете? Нет, почему? Не только, конечно, не только. Мы начали выпускать, потому что отправляем людей искать по Питеру, ищут долго. Ну вот, кроссовок есть, кроссовки такие и есть, достаточно много. А вот не все же ходят в кроссовках, все хотят ходить красиво, начали выпускать. Вы как бы шеете обувь? Индивидуально. То есть, да. Но это вот, если начинаете носить стельку, сначала нужно привести ногу в порядок, это где-то месяц-полтора на второй, и потом уже присоединяете обувь, потому что, если вы сейчас вот купите, например, стельку и обувь, она через месяц вам будет болтаться. Выпрошенные деньги. Ну, или стельку дополнительно прокладывать. 6500, не дешевые. По-русски. 100 долларов, да? Это в долларах сколько? 100? Ну, да, да. Еще 500, да. 500 и 110. И не разного цвета? Любого цвета заказывать там можно. Открывайте филиал в Минске. Да, открывайте Минский филиал. Все говорят, в каждом городе открывайте филиал. Да, потому что там штат. А что, столица, что-то ж у нас это живет. Забудуешь, что это Беларусь. У нас в Беларуси. У вас, у вас вот тут все очень сложно. Все правильно. У вас все очень сложно. Соседи сидят, они не могут даже продавать добавки только в аптеке, вот со мной рядом за столом. Поэтому у нас здесь тоже проблема. я была... Я работала, показывала, ну, ездили мы нас, приглашали в санаторий ваши, мастер-класс. Все понравилось, все хорошо. Директора вывели, он ходить не мог, то есть сейчас ходит, ночмеда у вас называется. Ну, столько условий поставлено, чтобы работать. У нас, да. С февраля, нет, с марта. В марте там мы были, по-моему. Пока мы их не выполняем, к сожалению. Ну, может быть. Тогда будем чаще бывать. А как что теперь делать? А что теперь делать? Да, вот что теперь, что мне теперь делать? Вот у меня подходит, вот куплю, и что мне? Что мне делать? Ходить. Ну, а потом коррекцию? Так, а коррекцию когда? Коррекции вы меняете сами супинаторы. Я вот то, что я сейчас делаю, я просто облегчаю вам жизнь руками. То есть это можно без телек сделать, ноги легче. Я открываю кровоснабжение ноги. Что я вот сейчас делала? Просто кровоснабжение открыла, да. Вот. А это у вас в стельке, каждый шаг это упражнение. То есть вы нахаживаете свой свод. Вы перестали ходить плоско, а у вас кровь поступает сюда. То есть когда вы ходите так, сосуды зажаты практически постоянно, нога не рессорит. Сейчас мы дали рессору. То есть там все свободно. А так меняете сами, ходите месяц-полтора, потом ставите, следующий ходите 10 месяцев, но если я приезжаю, конечно, смотрю у вас, как у вас здесь дела, и через год ставите третий супинатор, в него ходите всегда. От вас, самая важная часть от вас, это обувь. Как уменьшать обувь, можно проложить туда стельку, дополнительную, простую. за 5 рублей. Просто обычную стельку. Да, она уберет полразмера, размер уменьшит. Вот, и нога, ну, чтобы обувь, как бы, не дешевое удовольствие, на первое время, просто можно проложить, уплотнить, и нога пойдет по-другому. Вот, и правильно шнуровки, уже тем, кто хочет, как бы, мы обучаем на втором этапе. То есть ее еще нужно зашнуровать правильно, не просто одеть. То есть, когда зашнуруешь правильно, собрать ногу вот так вот, то есть, здесь у нас лежит стелька, сверху у нас обувь, и нога держится, как в носке она, то есть, когда нога так стоит, она совсем по-другому идет. То есть, вот этот разворот, мы не сможем так идти, если правильно зашнуруемся, станем такой обувь. Мы пойдем параллельно, ноги должны стоять параллельно люди. Это обувь обязательно? Вот это вот, нет, это мы стали, это наши разработки, американцы ее не советуют, там инструкция есть, это просто уже наши, наши наработки. Вот, можно, а сколько тогда? Слушай, они не знают. Они не работают, они продавцы, а мы работаем с ногами, то есть, мы не продавцы, ни обуви, ни стелек. Что вы говорите? А скажите, сколько это сантиметров? Каблук? Вот надо, да, вот мне. У нас разные, от 4 сантиметров каблуки. То есть, минимально 4 сантиметра, потому что я давно уже каблуки... Вообще, 4-3-4 сантиметра, это норма, ниже спускаться нельзя, это медицинский каблук называется, или школьный раньше назывался. Если вы вспомните свои времена, я тоже, кстати, из тех времен, у нас не ходили без каблука в школе, то есть, у нас был каблук не ниже 3-4 сантиметров. Это было государством определено. Их не выпускали просто. Их просто не выпускали. Но слово школьный каблук идет из тех времен. Спасибо. А можно после мастер-класса что-то вы подобрали? Да, конечно. Сегодня и завтра? Сегодня и завтра еще будете? Да, завтра до последнего. У меня поезд 9 часов. Это 50 долларов, да? Сколько? Да, да, да. Мужчина вообще очень смешно. У нас работает команда, скажем так, назовем ее командой, обученные люди. То есть, мы учим работать. И у нас... Вы сегодня... А, еще варикоз уходит иногда. Да, не всегда, не обещаю. Но если пошло отсюда, потому что, когда нога уезжает, она сухожилия утягивает до собой, которые составляют стенку канала, которые крепятся, грубо говоря, от колена, идут внутри и крепятся вот здесь, на вершине треугольника. Когда нога делает вот так, она их утягивает. И канал из такого становится такой. Это одна из причин варикоза. Но у нее, к сожалению, еще другие причины есть. Если пошло отсюда, то он уходит. А если нет, надо смотреть выше. Про мужчины хотела бы мне напомнили, но очень смешной может быть случай. У нас мужчины тоже со своими ногами работают, 44-го, 40-й. Пытались себе заказать вот такие ботиночки, потому что каблука-то нету, а с каблуком стелька работает быстрее, и ходить в ней легче, и разворот делать. В общем, заказали, не пошла узкая подошва для мужской ноги слишком здесь, но себе заказывали. Узкая подошва, в обуви. А, сама подошва. Да, она же женская, но пытались мужчины... Колодки такой нету? Да, колодки такой нету. Пытались они работать со своими ногами. А вообще, простите, я-то пропустил. А мужчинам это актуально или нет? Конечно. А вы чем от нас отличаетесь? Вы также любите ходить босиком. Единственное, что в балетках не ходите. Да, так это очень больно. Оказывается, босиком нельзя. Нельзя. Например, мой сын, так он вот так вот склонен сидеть и ходить. Вот буквально я просто... Не только он. ...спешу. От того, что... Ну, он по-другому не может. А как? Его развернуло, ножки развернуло. А как получается нормализовать? Надо? Так стельку. Обувь, то есть, значит, мальчик, да, сколько лет? Тоже 3-4. За 30. Ну, это уже не мальчик. Обувь с низкой шнуровкой существуют кроссовки. То есть, их достаточно. То есть, в Air Max, по-моему, у них есть такие. И вот из этого разворачивать сюда. Но сначала ему свод нужно дать. Сначала собрать вот здесь и разворачивать через месяц-полтора. Это тоже надо, да? 3-4 сантиметра. Ну, это вам желательно. Но если нет, вам просто тяжелее. Потому что, когда нога уехала, мы даем свод 1,4 миллиметра, самый нижайший, низкий. Вы его можете прочувствовать. Не все... А мужчины, они очень нежные существа. 1,4 сантиметра. Миллиметра. В сантиметрах это будет 14. Свод 2 сантиметра. Так, как я сказала? Вы сказали 1,4 миллиметра. Это мало. 1 сантиметр и 4 миллиметра. Как правильно сказать? 14 миллиметров. 14 миллиметров. Привыкла говорить 1,4. Все понимали. Да, конечно. 1 сантиметр и 4 миллиметра. Чтобы некого труда. Потому что подшнуровываться нужно. То есть, вот этих туфлях, они когда расходятся. То есть, ногу нужно вот в этом состоянии держать. Снизу стелька, сверху обувь. Так, а мне вот это вот купил. Так что, обувь сейчас другую все надо? Или что? Ну, со временем, да. Со временем нога уменьшается. Еще могу какое-то время? Ну, сейчас, да. Сейчас-то вы пока стоите. Смотрите, сейчас мы на стельке уменьшили. Через месяц она сама только начнет вставать. То есть, на полразмера, может быть, на размер. И в течение года она соберется до нормы. Вот. И в течение этого года, ну, то есть, получается, как я советую людям. То есть, вы не видите, что она собралась. Вам кажется, она вот такая, какая она и есть. Сама такая же, когда еще не носила стельки. Так же. Приходите в магазин и берете на парочку размер уменьшения. Смотрите, встал, нога или нет. Если не встала, берете на один меньше и смотрите. И так контролируете. Каждый. Так, а если мы соберемся, тут вот какие-то люди. Вы приедете, вас вызвать, и вы тут еще приедете какое-то время. Пишите. Месяц или два. Пишите. Ну, потому что у нас соберется команда, мы еще захотим кому-то дать. Да нет, даже это... Контакты я оставляю. Проконсультироваться одно, но еще что она просто консультацией. Нет, конечно. Надо чтобы оккупился. Чтобы лучше, чтобы вы приехали и нам дальше. Красиво. Нет, ну, конечно, круг жизни. Что? Ну, Тельга вроде как-то. Извините, вот так. Ирина, а вот вентись, пожалуйста, вот сюда в фигуне, и тогда будет круг жизни красиво. Видно, видно, видно. Виден круг жизни. А, видите? Сыр? Круг жизни. Видишь, сама? А, я так делаю. А, Селина, тут 7.30 у нас. Меня задержали. А у вас еще ужин сегодня? Да, сейчас. Не собиралась. Так это же сегодня банкет. Не хочу. Я устала, я так устала. А, че? На нашу? Подженю. А, ну ты. А? Не устали. Можно про компьютер? Я из этого. Я из Перми приехала. Еще дома не была. Ой. Видите, я уже заговариваюсь. Я приехала из Нижнего Новгорода. Име еще Перми. Вот я отсюда, через Москву к вам, и теперь в Перми. Выставки. Несем людям здоровья. Другие города. Так, это вот стиль, как меню, уже два месяца располагает. Отлично. Приемы бесплатные у нас все последующие. Все приемы последующие бесплатные. То есть вы приезжаете. У меня уже две ноги поставили? Или только одну? Нет, только одну. А там завтра с вами? А я это с вами. Я здесь. А за стул подойдете? Я вам сейчас всем сюда. А вы сейчас девочки будете покупать? Да, я сейчас девочки. Тогда я быстренько сделаю вам нож. У меня еще завтра будет этот доклад. Сейчас мастер-класс. А завтра в 12 доклад. Мне надо к себе прийти. То есть вы сегодня не будете подбирать? Нет, почему? Можете. Подбирать-то буду. Я имею в виду, что на банкет я не пойду. Мама, пойдите. Я была в прошлый раз, мне не понравилась еда. А вы здесь в гостинице, в этом ресторане? Ну, у нас банкет же здесь был. Ага. Да. Прямо палец пошел вообще. Ну, вот так норма должна. Делась все туда. Ну, да, да. Это нас тоже претерпцы делают. В Москве обучают. А у меня есть. А уходите? Да, 50 у меня есть. Ага. Благодарю. А все данные есть? Это, там, на меня сошли. У меня дома. Удем. И мы, в принципе, приезжаем, в Ауре проводим. У нас с тобой также что-то показываем. Завтра я принесу просто время. Отеки у нас уходят в руках. 12 у меня до часу платно-семинар. Воспаление. Корень лопуха добавляете. Сейчас я в компьютер достану. Он выводит соли, снимает дотек и воспаление. То есть нужно. Спасибо. И вам рекомендую пропить корень лопухающим. Спасибо. Потому что составчики. Да, да. Знаем. Были хорошие. Покажу, был быков. Работали уже. А сейчас все. Все? Экономят на материалов, извините. Супинатора у них там нет. Он уже так не работает. У меня много людей, которые... У меня даже их забыли. Вы контакт свой дадите? Ну, а как же, конечно. У меня, в принципе, есть и шулюски, есть и выковали. По ощущению, они сильно отличаются. Вам нужно померить, и вы все поймете. Да, хорошо. Мне это не стоит, я покупала вот эти вот такие вот сюда, вот между пальцем вот это. Вот это не стоит уже. Это сейчас посмотрите пока, как удобно будет. Посмотрите, как она будет встать. Вот эта нога у вас прямо отекшая-отекшая. Хуже чем-то. А у вас какая получается? Это короче или так? Выходили? Вот это, по-моему, да? Вот она. Вот я вот тянете, и мне прямо куточку чувствую. В плохом состоянии эта нога. А что мне с коленами? Стали, 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 что мне что-то, колени, что мне что-то тянется, мне не надо. Вы уже к стельку поставили под ногу. Вот сейчас... А они болят? Не болели? Нет, у меня не болели. Слава богу, боли не было. Еще не дошли. Я остеопат, мне как бы ходила вот на той неделе, то есть я делаю, за собой как-то смотрю, но еще что-то тоже. Ну, отлично. Потому что за неделю, может, у вас результаты стаопата... Я уже месяц назад хотела что-нибудь... Потому что нога вот эта вот мне не нравится, прям вообще не делится. У меня раньше-то когда-то болела, наоборот, колено, а... А ты знаешь... Поначалу, может, какие-то, я напоминаю, болевые ощущения быть, не пугайтесь, только работает. Это буквально первую неделю. Перекосы убирает. Не больно? Ну, нормально. Поменчируйте. А мы никого не задерживаем здесь больше выступающих. Пока никого нет. Сядем вместе. То есть может поболеть, не пугаться. Если что, напишите мне. У вас вайбер есть, нет? Вайбер и ватсап. Вайбер и ватсап есть. Вы вообще появляете... Ну, что, в Минск вы приехали? Мы с одной командой. Вы чем занимаетесь? У нас, это американская фирма, мы расслышали, НСП. Я ваш лопух рекомендую всем. И меня там пациенты подписали. С хорошим, с хорошим результатом. То есть при шпоре. Единственный раз, когда у меня не снялась телька, боль при шпоре. Ну, там мужчина 2 метра, великан и жена такая же. Ну, а я им механизм расписала. Они поняли, взяли. Вот через 3 недели лопух сработал. Убрал воспаление. Говорит, я, говорит, не видела никогда у мужа не отекшую ногу. Вот сейчас она не отекшая. То есть телька и лопух. Корень лопуха. У вас хорошее. Ну, я его, а сейчас вообще, ты говоришь, ну, а сейчас вообще... Больно так? Нет, чувствительность. Ну, как бы нет. У меня там нужно. Есть, если что-то еще завтра, если что-то. Я тут завтра, только я не разгибаюсь, встаю с утра заверить. Я даже ничего не послушала. А у меня ваша белорусская здесь, кстати, женщина тоже есть. Из Могилева. Ну, под Могилева. Она работает на выставке. Феодосия. Все, Даня? Нет, нет, пожалуйста, занимайся. В принципе, ты взял свободу. То есть, либо этот, либо тот будет свободен. Там можно... Я, в принципе, сейчас туда перейду, сейчас ногу доделаю. Сейчас определится Андрей, может, сюда перейдет, там проводить, либо здесь, в смысле, холотропное дыхание. А Могилевчанка, она к нам приезжает? А, скажи, я только на выход. Кто-то из Беларуси. Кто-то из Квады. Ну, здесь Могилевчанка. Могилевчанка. Могилевчанка.